я у тебя думаю почему баба яга вас так сильно ненавидела наверно вы ее изнасиловали убили ее детей мужа иначе зачем она ваших детей его подумайте и зачем она стала ведьмой короче я сегодня сделал видеоролик где сказал вы убиваете детей украины и вы даже не говорит что мы не убиваем все это уже все сказки соловьеву что мы стреляем только по зсу уже нет вы уже знаете что вы убиваете детей в украине так вот система хотела поднять это обращение с украинскими военнопленными вы их не кормите я была когда маленькая и узнала что там был концлагере там люди жили там я не знаю что они там ели ну грубо говоря червяков и не находили они ели что было мясо где-то полгода назад облетел ролик весь тик ток что украинский военный прошел через жуткие избиения но у него во рту была маленькая мышь и он ее съел вместе с хвостиком зубовым выплюну то есть пока его били он его держал в во рту и она еще кусалась и там все в во рту было окровавлено но на и так и не выпустили потом когда его отволокли в камеру он ее стал прожевывать это было единственное мясо там его за чуть ли там не знаю год так вот россияне вы представьте и то же самое заложники в израиле которые попали в руки хамаса их же тоже не кормят их тоже там жутко не кормят то есть они там живут тоже на водопалочки дают палочку этом зернышко в день и в общем они потеряли здоровье когда я была маленькая мне оказалось что вот если вот боженька есть на свете он должен был потянуть руку с какой-то едой каждому политзаключенными политзаключенному там будет а соловки гола гулаг будет это три блинка будет а уж ведь боженька до должен был покормить каждого так уж и все дети вот ничего не есть как один военный опять же военнопленный украинский сказал что он съел зубную пасту вам когда-нибудь в голову приходилось есть зубную пасту потому что ну вам нужно было что то есть люди возвращаются вот на днях ко мне заходил украинец сказал что его брат полтора месяца провел непонятно где потом ма это было мариуполе мать нашла его больницам был весь черный из 100 с чем-то килограмм каким он был до прихода русского мира мариуполь мать увидела лежащего на койке 50-летнего старика она был там 43 года он был весь черный то есть его держали на подвале он был весь избит и но у него было минус 60 килограмм в среде больше своего больше чем себя процента весом потерялся полтора год месяца русского мира 50 процентов больше 50 процентов стоит на свое тело вот это вот эти издевательства как можно объяснить россияне и еще я помню момент что ну опять же недавно владимир золкин его поднимал что вы издеваетесь давая пример кипяток вот там типа щи с капуста что-то куда там листочек плавает но вот этот кусок и ну кусочек еды которые есть он виде кипятка идти вам говорят военнопленным из украины говорят пить выпить за полторы минуты или за там две-три минуты и все и потом забирают еду это единственная еда в день как можно кипяток выпить то есть либо ты обжигаешь себя еды дну выпьешь и они обжигают себя обжигается гортань либо ты ну не можешь пить не доедаешься для к тому что вы пришли в украину с пыточными камерами если раньше думала что гитлер плохой ну вот все мое детство я же ходила в обычные советские школы мне сказали что плохой гитлер теперь я обращаюсь детям россии плохие россияне